МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Детский беспредел. Уполномоченная по правам ребенка читалась о своей работе. Что еще было на первой осенней сессии АКЗС? Почему в этом году в некоторые колледжи края поступить сложнее, чем в университет? С наполеоновскими планами в Барнауле появилась новая футбольная команда. Начнем выпуск с информации о темпах прививочной кампании в регионе. С момента ее старта прошло меньше недели, но от гриппа уже привились 16 тысяч жителей края. Вакцинация продлится до 1 ноября. К этому моменту в Минздраве планируют привить 60% населения. То есть более миллиона человек. Это детсадовцы, школьники, преподаватели, сотрудники общественного транспорта и торговли, медики, призывники. В особой группе риска люди старше 65 лет. Очень многие сегодня поднимают вопрос. Есть соматическая проблема по заболеваемости. То есть это и сахарный диабет, да, есть и ожирение, есть и эндокринные нарушения. Хотелось бы отметить красной строкой. Это как раз тот контингент, который в первую очередь подлежит всем нашим этим прививкам. Кстати, вопреки мифам, вакцина против гриппа не защитит от заражения коронавирусом. Однако, говорят врачи, поможет избежать наслаивания одного заболевания на другое. И по словам специалистов, сдержать всплеск у РВИ гриппа этой осенью нам помогут уже привычные маски, социальная дистанция и дезинфекция. Как правило, вспышка инфекции наблюдается осенью, когда люди возвращаются из отпуска на работу, кто-то идет в детский сад или в школу. Ежегодно у нас отмечался сезонный подъем заболеваемости в конце сентября. А в принципе, в этом году мы ожидаем также сезонный подъем заболеваемости в конце сентября. Но говорить о каком-то резком всплеске заболеваемости пока не приходит. Ну а что касается нашего старого, но не доброго коронавируса, за сутки выявили 69 новых случаев заражения. Скончались три человека, которым был поставлен диагноз COVID-19. Начиная с апреля в регионе умерли уже 196 жителей с коронавирусом. А это общий итог за пять месяцев пандемии в Алтайском крае. 11 тысяч, 456 человек заразились новой инфекцией. Больше 10 тысяч жителей уже выздоровели. Свыше тысячи пациентов продолжают лечение в больнице или дома. Но сейчас перейдем к другой теме. Небывалый ажиотаж. Колледжи региона завершают приемную кампанию. Бывшие школьники и их родители отмечают, что попасть в среднее специальное учебное заведение в этом году гораздо сложнее, чем в прошлое. Причем не только на бюджетные места. В чем причина наплыва абитуриентов в колледже и техникумы, выясняли наши корреспонденты. Переживала несколько недель. Все подруги держали за девчонку кулачки. Диана Мусаева до последнего боялась, что не пройдет в Бурнаульский медицинский колледж. ЕГЭ решила не сдавать. Ведь целенаправленно планировала идти на стоматологию. Оказалось и платно. Поступить сюда в этом году непросто. В прошлом году у меня знакомый поступил с балом, допустим, 3,3 в аттестате. А в этом году мне составило труда поступить с балом 3,8. На бюджет конкурсный балл, он тоже не такой уже низкий. Это 4,2. Поэтому в этом году абитуриенты достаточно сильные к нам идут. И, наверное, это подтверждение тому, что у населения повышено доверие к медицинским специальностям. В медицинский заверили нас всегда большой конкурс. Количество бюджетных мест, их нынче 300, выделили еще в прошлом году и увеличивать не планируют. Как, впрочем, и продлять приемную кампанию до середины ноября. Нет смысла, все места уже заняты. Кстати, Диана звонка из колледжа дождалась. Ее зачислят, а кому-то повезло гораздо меньше. Ну, не хватило пару тысяч. Бесплаты никто не возьмет. Поэтому... А был большой очень конкурс, да, в этом году? В этом году, да. Хороший конкурс. Мы мечтали сюда поступить, но не получилось. А сколько человек на место? 25 бюджетных мест, мы на 33-м. А что теперь, куда он? Ну, будем еще что-нибудь думать. Работать? Да, зарабатывать, чтобы поступить. Приемный бюджет в педагогическом колледже завершили еще вчера. Сегодня оформляют документы тем, кто будет учиться платно. Здесь говорят, да, заявлений подано на 15% больше. Одна из причин – абитуриенты по новым правилам могут не предоставлять подлинник аттестата. Достаточно копий и уведомления учебного заведения, что они выбирают именно его. Поступающие этим активно пользуются, порой уведомляя несколько колледжей и вузов. Связано еще, наверное, с тем, что многие выпускники, ну не многие, а выпускники 11-х классов не сдавали ЕГЭ и изначально уже определили для себя именно СПО. В Министерстве образования и науки, говорят, ажиотажа в колледже нет. И отмечают, повышенным спросом эти учебные заведения пользуются уже не один год. Во многие колледжи больше, чем 50% такой конкурс складывается вот уже в течение пяти лет. Это и правоохранительная деятельность, это все педагогические колледжи ежегодно вот с этим конкурсом сталкиваются. Это все специальности, которые связаны с IT-технологиями. Это услуги, сферы услуг. Кстати, тот факт, что выпускники вместо университетов, где учиться сложно и дорого, выбирают колледжи, специалисты называют трендом последних лет. Две трети выпускников этих учебных заведений устраиваются по профессии и рано начинают хорошо зарабатывать. Так что стереотип, что в колледже идут люди, не дотянувшие до университета, по словам экспертов, уже не актуален. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. В Барнауле задержали военного, который служил в ракетных войсках стратегического назначения. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщили некоторые телеграм-каналы со ссылкой на ФСБ. Мужчина подозревается в передаче информации, которая содержит гостайну. Якобы военный передавал сведения в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Многие СМИ уже успели назвать подозреваемого украинским шпионом, несмотря на то, что каких-либо подробностей ФСБ не разглашает. На данный момент возбуждено уголовное дело. Ракетчику грозит до 20 лет лишения свободы. Краевые депутаты недовольны работой и уполномоченной по правам ребенка в регионе. Сегодня Ольга Казанцева на первой после летних каникул сессии парламентариев отчиталась перед ними о своей работе. К ее результатам депутаты отнеслись довольно скептически. Какие были высказаны замечания и о других важных вопросах в сюжете Анастасии Дороган. Запрещенных для свободы слова мест стало меньше. Сегодня краевые депутаты отменили запрет на проведение публичных акций, пикетов, митингов у образовательных, медицинских и иных организаций для пребывания несовершеннолетних. Это, например, больницы, школы, детские сады. Корректировать этот пункт закона вынудило решение Конституционного суда и Алтайский край в числе первых регионов, которые на это пошли. У нас норма есть. Еще раз говорю, наверное, определенная логика у законодателя регионального предпринятия тоже была, потому что детская площадка у нее другое предназначение. Даже после того, как мы еще в январе отменили аналогичную норму тоже по построению Конституционного суда по Республике Коми в отношении административных зданий. То есть мы видим о том, что все спокойно и пока никаких нарушений нет. Правда, для проведения политических акций этого решения недостаточно. Писать запрос в мэрию все равно придется. Знаковая эта сессия была и в другом. Сегодня уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева сдала свой первый отчет как госслужащий. Внимание к нему было обеспечено только в Камни-на-Аби за это лето произошло несколько инцидентов, что нашло отражение в отчете. Предлагаю в рамках работы комиссии по делам несовершеннолетних кадрово усилить эту службу. Комиссия по делам несовершеннолетних – это не карательный орган, это точка сборки помощи семье. Эта точка сборки должна быть мощной. А еще больше ста предложений краевым и муниципальным властям. Ольга Казанцева уверена, нужна отдельная программа для профилактики безнадзорности. По данным уполномоченного, обращаться в ее службу стали вдвое больше, что говорит о росте доверия. Но полный цифрочет депутатов не подкупил. Как мне кажется, ваша главная задача – быть адвокатом, либо тем человеком, который должен всегда заступать и первым эти проблемы поднимать. А не отчитываться о том, с точки зрения юридической, что было сделано. Надо искать причины этих нарушений. Профилактикой надо заниматься. Работайте с детьми по-доброму. Откройте душу детям. Мы забыли о том, что это дополнительные гарантии. А защищать права ребенка должны все мы. И правоохранители, и система образования, и здравоохранение. Это наша главная задача всех. А ее основная задача – контроль, защищать детей от произвола нас, государственных органов. Критика, искренние пожелания. Уже второе выступление Казанцева перед депутатами и приятным для нее не назовешь. Каждый остался при своем. В итоге трое отчет не приняли, шестеро воздержались, пятеро не голосовали, 49 – за. Также сегодня депутаты продлили региональный маткапитал еще на пять лет. И прописали два дополнительных варианта по его использованию – газификация и реабилитация детей-инвалидов. На приобретение товаров и услуг, но только тех товаров, которых нет в федеральном перечне реабилитации. Там и слуховое оборудование, и оборудование для детей, которые имеют диагноз ДЦП, и другие услуги, а также услуги сурдопереводчиков. Направить маткапитал на эти цели можно будет с 2021 года, куда раньше заработает другое решение депутатов. Установку общедомовых счетчиков в многоквартирных домах теперь будут оплачивать не жильцы, а краевой фонд капремонта. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Алтайский край вошел в список субъектов с самым грязным воздухом. Наш регион, по мнению аналитической службы Международной аудиторско-консалтинговой сети, расположился на 11 месте. Возглавил антирейтинг Красноярский край. По данным международных аналитиков, в прошлом году в атмосферу Алтайского края было выброшено 470 тысяч тонн загрязняющих веществ. Больше других воздух загрязняет транспорт на втором месте предприятия. Добавим также, что концентрация вредных веществ превышена в Красноярском крае, Кемеровской области и Ханты-Мансийском автономном округе. А выдушать полный грудь без вреда для здоровья можно в Севастополе и Республике Това. Барнаул прирастает новыми комфортными пешеходными зонами. Одна из них, долгожданная, появилась в центре города и заметно его преобразила. Продолжит тему Мария Микшута. Неровный асфальт, который латали из года в год десятилетиями, теперь в воспоминаниях. На его месте благоустроенный тротуар. Пешеходную зону на Советской начали реконструировать еще в мае. К концу июля центр города заиграл новыми красками. Почти 3,5 тысячи квадратных метров тротуара устроено от площади Октября до проспекта Комсомольского по двум сторонам дороги. Небольшая часть этого тротуара выполнена из асфальта бетона, но основная часть, 3300 квадратных метров, выложена новой цветной качественной брусчаткой. Новая тротуарная плитка заверяет производитель прослужить не одно десятилетие. Именно такую использовали для благоустройства набережная, би, Нагорного парка, аллея проспекта Ленина, пешеходная улица Молотобольская и многих других любимых мест горожан. Материал устойчив и в жару, и в мороз. Одно из основных параметров, которые обладает тротуарная плитка Олом, это морозостойкость не менее 200 циклов и прочность 30 мегапаскалей. Что это такое? Это значит, что для разрушения плитки размером 10 на 10 квадратных сантиметров необходима нагрузка в 30 тонн. Барнаульцы уже успели оценить по достоинству преобразившуюся улицу. Говорят, радует глаз и приятно пройтись. Это очень хорошо, что сделаешь, хоть не запинаешься. Прекрасно, сейчас хоть нормально стало, а то идешь. Я бы сказала, но не буду, что это было. Конечно, это приятно, когда город облагораживается. Приятно ходить по улицам. Ой, да вы что, вот здесь парковку сделали, и то у меня это самое лучшее, и тротуарчик. Вообще классно. При производстве плитки Олом, по которой ежедневно проходят сотни людей, используют исключительно качественные экологические материалы. Завод «Жибы и Сибири» производит тротуарную плитку уже 20 лет. В этом году ее было изготовлено больше 150 тысяч квадратных метров. Олом активно покупают и в край, и за его пределами. Алтайская плитка облагораживают улицы скверы Новосибирской, Кемеровской, Омской областей. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Хоккейсты Барнаульского «Динамо Алтая» впервые после коронавирусной паузы сыграли официальные матчи. В гости приехала команда «Красноярские рыси». Правда, встреча прошла при пустых трибунах. Увидеть матч местным любителям хоккея удалось только через экраны мониторов. Для команды Александра Усачева эта встреча стала хорошим стартом перед новым сезоном, который запланирован на середину сентября. Сейчас «Сине-Белые» находятся на заключительном этапе подготовки к чемпионату, тренируют как физическое состояние, так и нарабатывают связи между игроками. До этого восстанавливали форму парня в стиле Бочкари. Далее тренировки проходили уже в родном Барнауле. В итоге «Динамо Алтая» оказалась сильнее гостей. Счет по итогам встречи 4-2. Чем ответят красноярцы на своей арене узнаем 5-6 сентября. А вот футболисты Барнаула потерпели поражение. Четвертая игра в рамках профессиональной лиги накануне завершилась со счетом 0-2. «Динамо» проиграл Тюмени. При этом оба мяча наши пропустили в первые 13 минут матча. Впрочем, хватку противники не ослабляли и дальше. Практически весь первый тайм прошел на стороне барнаульцев. «Динамо» оборонялась, а уже во втором перешло в наступление. Однако все попытки забить гол успехом не увенчались. Тюмень была быстрее и слаженнее. Итог 0-2. С пятой строчки в турнирной таблице «Динамо» опустилась на шестую. Следующие игры барнаульских футболистов пройдут в Екатеринбурге. 7 сентября они встретятся с «Уралом-2», а 10-го с «Челябинском». В Барнауле появилась новая футбольная команда. Называется она «Темп». В ее состав вошли как известные фанатам спортсмены, так и начинающие. В ближайшую субботу они проведут первый матч в чемпионате Алтайского края. А сегодня руководство клуба поделилось с журналистами планами, которые, отметим, весьма амбициозны. Ни много ни мало выиграет свой первый чемпионат края. Главный тренер команды Иван Старков, бывший «Динамовец», уверен, задачи даже на первый сезон нужно сразу ставить большие. Иначе побед не добиться. Когда я создавал эту команду, я искал игроков для своей команды. Я именно хотел, как было в чемпионской команде, темп, сплав молодости и опыта. Поэтому в составе юные футболисты известной лиги БРО и трое профессионалов. В прошлом игроки Барнаульского «Динамо» Григорий Дорошенко, Андрей Марков и Александр Яркин. Он, кстати, отметил, что тренировки в клубе проходят почти как у профессионалов в Европе. Упражнения интересные, на самом деле интенсивные, через счет иногда интенсивные. Тяжеловато становится, но тяжело обучение, как по бою. Абийцы планируют сначала ставка на лидерство в чемпионате края, потом, может, и «Динамовцам» составят конкуренцию на профессиональной арене. Мы рассматриваем все варианты, и футбольный клуб «Темп», поверьте, он не будет стоять на месте. Но мы не хотим, опять же, сейчас вот прям говорить о том, что это 100% состоится. Мы не хотим быть пустозвонными, извините за такое грубое слово. Это очень красиво с нашей стороны будет. Я скажу лишь одно. Мы думаем об этом, делаем все, чтобы изучать этот вопрос и двигаться дальше. К примеру, президент клуба Александр Бертников мечтает, чтобы игроки «Темпа» смогли в перспективе выиграть и Кубок России. А еще желает видеть качественный футбол. И задача тренера и футболистов – его показывать. Напомню, что в деле команда себя проявит уже в ближайшую субботу, когда состоится матч чемпионата края. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня профессиональный праздник у отечественных кинематографистов. Из-за пандемии коронавируса они переживают сейчас не лучшие времена, но местных представителей индустрии есть чем поздравить. Так, в ближайшее время алтайские кинематографисты на международном фестивале представят фильм о легендарном земляке Михаиле Калашникове. И в широкий прокат выйдет картина в съемках, в которой принимали участие юные земляки. О работе и о достижениях единственной в регионе детской киностудии расскажем далее. Давай поиграем. Игра в детской школе кино и телевидения, сокращенно шкит, не развлечение, а усердная работа. Прежде всего над собой и своей ролью. Первым делом азы актерского мастерства, потом идеи для фильмов, как коротких, так и полнометражных. Нередко для этого организуют мозговой штурм, когда концепция одобрена, выбирают жанр и распределяются по ролям. В ближайшее время у нас сейчас два фильма на продакшене мы снимаем. Один у нас страшилка такая с подростками, готовимся именно презентовать к Хэллоуину. Для максимального раскрытия юных актеров перед съемками обязательны тренинги. Главное раскрепостить детей, придать им уверенности. Ева Резникова – педагог киностудии. В прошлом сама прошла здесь обучение. Признается, процесс съемок настолько увлек, что хобби решила превратить в профессию. Съемок было очень непонятное ощущение. Мне хотелось бы быстрее узнать результаты. Очень понравилось работать с коллективом. Очень дружно всегда были. За шесть лет работы киностудия получила признание и на местном, и на общероссийском уровне. Участвуем в конкурсах в Санкт-Петербурге. Мы входили в шот-лист, показывались по местным кинотеатрам. В местных конкурсах во всех участвуем. Ну, в принципе, все, что с детьми, везде принимаем участие. Совсем недавно единственная в крае детская киностудия получила удостоверение на прокат полнометражного фильма «Вип». Историю о конфликте подростков из семей с разным социальным статусом смогут увидеть жители Алтайского края и Новосибирска. Правда, картина, в съемках которой задействована порядка десяти юных земляков, пойдет в прокат только когда в регионе, наконец, разрешат работать с кинотеатром. Елена Кузовкина, Александра Кузнецова, Илья Халяпин. День с толком. У меня на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 20 55 45. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...